Всем самого доброго времени, с вами я, Ритка Кадалка, и это небольшой баловствой эксперимент. Я решила сделать прогноз, используя уже известную технику. Три карты раскладываю, каждый загадывает ту карту, которая определит его день. Ну и, конечно, мне будет интересно, чтобы вы отписались, мне будет очень приятно услышать. Слушай, это всё фигня, ничего не сбылось, но ещё более приятно мне будет услышать, если скажете, да, здорово, эта колода, второй Николе Тичиколе работает превосходно. Продолжая эти видео, они нас вдохновляют, они нам помогают двигаться по нашему навигатору, по нашему маршруту. Поэтому давайте начинаем. Итак, вытягиваю три карты на субботу, на 16 апреля. Итак, карта номер один. Карта номер два и карта номер три. Выбирайте карту, посмотрите внимательно, какая карта будет осуществлять ваш день, вашу энергию, ваш девиз дня, да, карту дня, как угодно. Ну и начну, естественно, с карты номер один. Слева направо, традиционно. Итак, если вы выбрали эту карту, эта карта королева Пентакли, она покажет у нас, во-первых, желание обладать. Желание укусить. Желание, если относительно отношений, растопить. Плюс покажет желание получить что-то вкусное из отношений, некие сливки, да. Единственное, то, во что вы сейчас играетесь, может потом отразиться болезненными отношениями, последствиями от поедания мороженого, да. Вот. И мне кажется, вы не задумываетесь, что ведете себя эгоистично. Вот такой вот девиз, если относительно отношений. Если относительно денег, то, в принципе, будет прибыль и довольно-таки ощутимая. Если относительно отношений в семье, с детьми, то эта карта покажет просто развлечение, традиционные, стандартные вылазки с ребенком в развлекательные центры и так далее. То есть ничего плохого нет. Если вы выбрали карту под номером 2, то, тадам, шестерка мечей. Вас ждет путешествие на эти выходные. Вас ждет отсыпание, как бы это ни звучало. Вас ждет встреча с человеком из прошлого. Либо ждет временный какой-то переезд куда-то, где его были раньше, да. Либо поездки к родственникам, которых вы давно не видели. В родные стены. Ну и также, возможно, генеральная уборка, когда вы будете избавляться от захламления, избавляться от старых вещей. Вот. И вполне возможно даже сожалеть о чем-то, что вы выбрасываете из своей жизни. Я вам желаю выбрасывать из своей жизни только вещи, но не людей. Если вы выпали третью карту, то, я вас поздравляю, выпала карта влюбленные. Ну, что здесь? Если в аспектах отношений, то, конечно же, будете плоды любви постигать. Будете получать удовольствие. Вас будут искушать. Возможно, будете пробовать всевозможные новшества, всевозможные вкусные аспекты отношений. То есть, неплохо, романтично, сексуально проведете выходные. А вот если вопрос о работе, несмотря на то, что у нас суббота, я бы сказала, что вы пригреете на груди змею. И я бы сказала, что вас будут искушать на какие-то проделки, о которых вы можете пожалеть. Вот. И с другой стороны, будете стоять на распутии между выбором. А стоит ли так делать? Стоит ли идти на сделку со своей совестью, да? И не сожрет ли меня потом моя совесть? Вот как-то так. Ну и еще, если вопросы здоровья, карта влюбленная. Здесь дерево у нас как символ здоровья. Все-таки я использую оракульный метод. Можно рассматривать, что, возможно, придется немножечко приболеть. Возможно, аллергия начнется. Вот что-то такое сезонное. И, в принципе, то, что может быть связано с пыльцой, с деревьями вот такого типа. Вот. Если вопросы семейных, то это могут быть и посадки растений. Это могут быть вылазки также на природу, в парк. Вот. И, собственно, это могут быть всевозможные, ну, увлечения. Это могут быть развлечения. Ничего плохого. Нет даже, может быть, два вида развлечений, которые вы сможете себе позволить в этот день. Я желаю всем интересной субботы, интересных выходных. И если вам эта рубрика понравится, поддержите меня. Я выложу карты и на воскресенье. С вами была Литка Кадалка. Всех целую, всех люблю и пока! Субтитры сделал DimaTorzok